Пенсионеры во время пандемии попали в зону риска. Из дома им рекомендуют выходить как можно реже. В сложной ситуации оказались также контактные заболевшие COVID-19, которым порой некому принести еду и лекарства. На помощь приходят добровольцы. Волонтёры ежедневно доставляют продукты и медикаменты, выгуливают собак и выносят мусор. В основном заявки поступают на горячую линию 97777. Все мы этот номер хорошо уже знаем за этот период. Они поступают туда. Все эти заявки, скажем так, приходят к нам в общий чат, в общую беседу. И волонтёры, которые уже там работают с весны, и мы тоже там присутствуем, мы берём эти заявки по возможности. Ресурсный центр берёт заявки и распределяет их среди своих волонтёров, кто может, у кого сейчас возможность, время, или он там находится в этом месте. То есть проводим такую работу. Когда число заболевших стало расти, коечный фонд решили разгрузить. Для бессимптомных больных, которые живут в общежитиях, выделили отдельное здание. Добровольцы регулярно помогают и им. При работе с заражёнными волонтёры используют средства индивидуальной защиты и избегают прямых контактов. Все волонтёры, которые оказывают помощь людям с ковид, они прошли специальное обучение. То есть они знают, что обязательно нужно пользоваться средствами самозащиты. Это маска, перчатки, антисептик. Они не входят в помещение, в котором находится человек. То есть не в квартиру, ничего не трогают. Если они принесли продукты, они там оставляют в подъезде на ручке. Если человек должен оплатить, то это, конечно же, преобладание переводом на карту. Записаться в волонтёры ресурсного центра может каждый, кто хочет помочь людям и понимает, что готов это сделать. Вячеслав Бурлаков считает, что добрые дела нужно делать в любое время. Но сейчас они важны, как никогда. Волонтёрская помощь нужна была всегда, а сейчас в такие мягкие времена она нужна особенно. У меня в моём графике есть свободное время, и я стараюсь уделять его на помощь людям, которые находятся на самоизоляции, которые попали в такие непростые жизненные ситуации. 5 декабря в дистанционном формате подведут итоги конкурса «Доброволец Сарова-2020», на котором определят самых неравнодушных к чужой беде саровчан. Подробности в группе ресурсного центра добровольчества ВКонтакте.